Я хочу прочитать один рассказ из книжки «Рассказ толстого мальчика». До этого я читал какие-то более серьезные, может быть, даже печальные рассказы. Теперь я хочу... Поэтому может сложиться впечатление, что книжка такая серьезная и печальная. Нет, совсем нет. Просто в этой книжке, как в жизни, есть очень много и смешного, и грустного, и даже иногда страшного. Ну, как обычно. Рассказ называется «Шнурки любви снежной королевы». Шнурки «Любовь и снежная королева». В детском саду я не умел завязывать шнурки на два узла. Я умел на один. А был мой сосед по шкафчику, Вася Плоткин, который умел на два. Я смотрел, как делал Вася. Но у меня все равно получался один узел и очень длинные концы. И когда я за них тянул, как Вася, узел развязывался, и надо было начинать все сначала. Тогда я придумал удивительную вещь. Я шнурки не завязывал, а просто запихивал ботинок. И когда воспитательница нас проверяла, то мне ничего не торчало, и она говорила, «Хорошо, Блинов, иди гуляй». Следующий. Потому что перед прогулкой нас всех проверяли, как зашнурованные ботинки, завязанные шапки, застегнутое пальто, нас поворачивали туда-сюда, теребили, встряхивали, чтобы из нас ничего не вываливалось, не выпадало и внутри не звенело. «И ты уже был готов к прогулке, как космонавт к выходу в открытый космос», говорила Вера Аркадьевна, наша воспитательница. Но были проблемы, особенно когда ходишь быстро или с троем. А нас везде водили с троем, парами и почти бегом. И тогда ботинки расхлебывались и спадались с ног. Если бы я шел медленно или, к примеру, сам по себе, я бы успевал вставить ногу в ботинок, а так нет. И получалось, я сам по себе, а ботинки сами по себе. И один раз я шел в паре с Надей Свинкиной, со всеми, очень быстро. И перед нами возникла лужа. Вдруг большая лужа ниоткуда, просто огромная. Наверное, Свинкина была знакомая этой лужи. Лужа узнала Свинкину, и они договорились, что Свинкина обойдет лужу с живота, слева. А я не успел изменить курс. И пошел вброд, как в кино настоящий мальчик-разведчик, когда помогал партизанам брать языка. И тогда один мой ботинок остался в начале лужи, а второй на самой глубине, в середине. И я за всеми, в одних носках, так и прошлепал всю каналу. И от меня на асфальте стали оставаться мокрые следы, как атлас морского тюленя, когда он в зоопарке вылезает из бассейна посушиться. Я шел и смотрел, как другие ребята топают рядом в своих замечательных зашнурованных ботинках. И рядом шли незнакомые дяди и тети, дедушки и бабушки, и даже милиционеры с полосатой палкой. И все они были из другого, счастливого мира, мира зашнурованных ботинок. И тут Надя Свинкина стала выдергивать у меня свою руку, потому что я такой противный, в мокрых носках, и она не хочет дружить с таким дураком. Тогда я сильнее сжал ее ладонь, потому что я был уже не мальчик, Саша в мокрых носках, а морской тюлень, Томка. Когда мы были в зоопарке, там была маленькая девочка, и она все хотела подойти к самому вольеру с тюленями, а мама ей сказала, свалишься и каюк, тюлень схватит и влачет под воду. И девочка стала плакать. Мне не хотелось волочь Свинкину под воду, просто я хотел потом на ней жениться, когда вырасту. Но Надя Свинкина тоже стала плакать и ябедничать. Вера Аркадьевна, а Блинов в носках ходит по асфальту, меня не отпускает. И Вера Аркадьевна скомандовала. Группа, стой! Мы встали. Блинов, где ботинки? Крикнул Вера Аркадьевна. Быстро отвечать! Там, хлюпал я, в лужи стоят. За ними быстро, крикнул Вера Аркадьевна. Одна нога здесь, другая там. Группа, стоим как вкопанные, строй не ломаем. Я плелся обратно в своих мокрых носках по асфальту плачу за широкие ботинки. А если поживее, а, Блинов, кричала Вера Аркадьевна. Я не мог быстрее. Я чувствовал себя самым несчастным мальчиком-тюленем на свете, с которым произошло что-то жуткое и непоправимое. Хихоньки-хаконьки отставить, крикнула Вера Аркадьевна. Блинов, снять носки в карман, ботинки на ноги, строй, шага, марш! Свинкина руку, ряды сомкнуть, группа, шага, марш! А ботинки были в фабрике-скороход, жесткие для мучений. И внутри ботинок торчали всякие нужные ботинкам вещи, гвоздники и прошивки. И идти без носков было очень больно и неудобно. Я шел, и чтобы не плакать, представлял себе Гердой, а Надю свинкину Каем. И что я иду на поиски свинкины Кая, которую унесла снежная королева Вера Аркадьевна, и уже стер об асфальт все подошвы ботинок. И тут я увидел знакомую большую серую дворовую собаку Тимку. Тимка шла спокойно, наступая на лужу всеми своими четырьмя лапищами, и улыбалась веселой пастью. Тогда я расхотел быть несчастным мальчиком-тюленем, снял ботинки, и, что было сил, затопал босыми ногами по лужам. Все равно я не мог промокнуть. Гав-гав-гав! Топал Илайя. Уф-уф! Отвечала мне Тимка. Я был самым счастливым мальчиком-собакой во всей Москве, а может быть и во всем мире. И тут дурацкая маленькая девочка с крестинами-хвостиками, которую за руку вела толстая тетя, стала тыкать в меня пальцем и хихикать. А эта тетка стала кричать нашей Вере Аркадьевне. Обратите внимание, у вас ребенок босой и лает. Это от перехлаждения. Срочно примите меры. Группа, стой! Скомандовал Вера Аркадьевна. Блинов! Срочно в ботинки! Ангины захотела на мою шею? Да! А меня загнать под монастырь? И не лай! Группа, запивай! Я шел, топал своими гадкими ботинками и орал вместе со всеми «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» И прислушался, как внутри меня весело попевает хор «Мальчик-разведчик, мальчик-тюлень, мальчик-собака Герда, спасенная мной свинкины Кай, чтобы с боем взять Приморье Белой Армии! Оплот!» Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова